Чего стоит снимок чёрной дыры? Фотография чёрной дыры казалась несбыточной мечтой. Раз дыры чёрные и не излучают свет, то как мы можем их увидеть? С достаточно большим телескопом мы могли бы увидеть окрестности самых крупных чёрных дыр. Сверхмассивных, которые в миллионы и даже миллиарды раз тяжелее Солнца. Тогда мы смогли бы раскрыть некоторые тайны, что таят в себе эти монстры. Но по расчётам получается, что для наблюдения даже самых близких к нам сверхмассивных чёрных дыр понадобится телескоп размером с саму планету Земля. Это совсем запредельная фантазия. Или же нет? Несколько лет назад 300 астрономов из почти 80 институтов со всего мира объединили усилия и придумали, как создать телескоп размером с нашу планету, при этом не собирая его из новых зеркал и винтиков. Телескоп горизонта событий, или EHT, это не реальный, а виртуальный телескоп. Гениальность в коллаборации EHT заключается в использовании уже существующих мощных радиотелескопов, таких как ALMA и APEX в составе ISO. Их наблюдения были объединены совершенно новым образом, методом интерферометрии со сверхдлинной базой. Звучит как научная фантастика, но в 2019 году команда EHT доказала, что это реальность. Тогда они представили миру сверхмассивный объект в центре галактики М87. Это было первое в истории изображение черной дыры. Да, это невероятно сложная задача. Во-первых, телескопы EHT не увидели саму черную дыру, она невидима. Вместо этого они регистрировали радиосигналы, исходившие от горячего светящегося газа вокруг неё, и показали тень от черной дыры. Для того антенны телескопов EHT должны были быть направлены в одну и ту же точку неба в одно и то же время. Даже если одна из этих антенн будет отклонена хотя бы на миллиметр или запаздывать на триллионную долю секунды, EHT это определит, несмотря на то, что между телескопами тысячи километров. Для изображения черной дыры в М87 понадобилось совместить наблюдение всех телескопов в сети, используя интерферометрию. Этот метод работает лучше всего, когда есть много телескопов, что было не так. У команды было 8 обсерваторий, со временем их стало 11. Поэтому исследователям EHT пришлось разработать специальные алгоритмы, чтобы заполнить пробелы и восстановить полное изображение. Это как смотреть на пазл, у которого нет большинства деталей, и пытаться понять, как выглядит целая картина. Чтобы определить надежность результата в научном плане, в ход пошли разные методы. Компьютерное моделирование определяло ошибки, внесенные сетью телескопов. Разные команды по отдельности работали над составлением изображения разными способами. Внедрились новые технологии и программы. На то, чтобы быть уверенными, в результате ушли годы. Только после этого изображения показали миру. В итоге получилось так же, как если бы на чёрную дыру в М87 смотрели через телескоп размером с Землю. С инструментом такой мощности получилось бы рассмотреть на лунной поверхности детали размером с пончик. Что ждёт EHT дальше? Команда уже навела телескопы на новую цель. Стрелец А со звёздочкой. Сверхмассивную чёрную дыру в сердце Млечного Пути. Нашу чёрную дыру. Стрелец А со звёздочкой гораздо ближе к Земле, чем сверхмассивная чёрная дыра в М87, так что может показаться, что заснять её будет в разы проще. Вынужден вас разочаровать, всё гораздо сложнее. Во-первых, центр Млечного Пути затмевается облаками пыли и горячего газа, которые рассеивают радиосигналы, исходящие от окрестностей чёрной дыры. Более того, поскольку Стрелец А со звёздочкой примерно в полторы тысячи раз меньше, чем его собрат в М87, радиосигналы изменяются гораздо стремительнее. Сгустки плазмы делают виток вокруг дыры за пару минут, в то время как на орбите чёрной дыры М87 этот процесс занимает несколько дней. Из-за этого астрономам пришлось адаптировать алгоритмы и разрабатывать новые технологии для получения стабильных снимков. Это как пытаться прочитать надпись на мече, который при этом крутится у вас на пальце. В итоге команда EHT смогла преодолеть все трудности. Итак, вот оно. Первое изображение Стрельца А со звёздочкой чёрной дыры в центре Млечного Пути. Друзья, я рад, что несмотря на все трудности и войну, которые обрушились на нашу страну, мы можем рассказывать вам о главных научных открытиях. Хочу просто напомнить, что это становится возможным благодаря поддержке наших спонсоров с YouTube и Patreon. Список этих людей вы сейчас видите на экране, а присоединиться к ним можно, перейдя по ссылкам из описания или закреплённого комментария. Кстати, сейчас на Patreon мы проводим небольшую акцию. Во-первых, появилась возможность подписаться на нас на целый год вперёд, это обеспечит вам скидку примерно в 12%, а во-вторых, все, кто поддержит наш канал на сумму от 10 долларов в месяц, получат через несколько недель подписанную нами открытку с авторским дизайном. Я благодарен всем, кто остаётся с проектом, кто смотрит наши видео, кто оставляет комментарии, ставит лайки, ну а если вы на нас не подписаны, то обязательно это сделаете. Мы не можем приблизить звёзды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звёздам.